Приветствую вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Сегодня мы приготовим, на мой взгляд, одну из самых вкусных итальянских паст, пасту каннеллони. Ну, собственно говоря, саму пасту каннеллони мы не приготовим. Каннеллони называются вот такие вот трубочки. Эти трубочки, ну, собственно говоря, паста каннеллони бывает разных видов. Ее можно готовить с сыром, можно готовить со шпинатом, можно готовить с мясом. Вот мы будем готовить с мясом. Также разный может быть соус. Может быть соус бешамель, может быть соус баланьес. Мы будем готовить с соусом бешамель. Получается очень вкусное, такое очень нежное, вкусное блюдо. Ну, потрясающее, сами увидите. Итак, друзья, ну, собственно говоря, вы поняли, нам понадобится сами каннеллони, где-то 4-5 штук на порцию будет достаточно. Но мы берем 5, да, 10 мы взяли? Нет, мы взяли 8, 4 достаточно с головой. А 4 достаточно, да? Ну, хорошо. Для меня 3, для тебя 4. Отлично. А лишняя одна для кого? Для Лизы? Для бабочка. Да, бабочка. Отлично. Значит, взяли свиной фарш из среднежирной свинины. Также для фарша нам понадобится лук, томатный соус, специи и помидоры. Все ингредиенты в количестве необходимом на 2 порции я размещу в описании видео. Для соуса бешамель нам понадобится молоко, масло и мука. Для присыпки пасты идеально использовать сыр пармезан и лучше всего использовать моцареллу. Но моцареллы у нас нету, поэтому мы будем использовать полутвердый сыр. А вообще, конечно, моцарелла это идеально. Для запекания пасты понадобится вот такого вот плана форма, в которую будет помещаться каннеллони, но желательно, чтобы по размеру было плюс-минус. То есть, если форма будет значительно больше, ну, как бы можно приготовить, но уйдет значительно больше продуктов, потому что их надо заливать соусом. Поэтому вот форма лучше такая, чтобы подходила по размеру. Ну, вот мы используем такую керамическую штучку, она подходит для запекания, очень удобно. И в первую очередь, друзья, начнем с приготовления фарша. Сейчас расскажем и покажем вам, как для приготовления начинки нам понадобится почистить помидоры. Чтобы помидоры легко чистились, мы их запарим. Надрезаем помидоры со стороны противоположной плодоножки, крест-накрест, и заливаем кипятком. Отставляем в сторону на несколько минут. Следующим этапом порежем репчатый лук. Таким вот образом на мелкие квадратики. Лук порезали, как положено, немножко поплакали. Лариса как повар, я как оператор. И теперь, друзья, почистим помидоры. Достаем их из кипяточка. Кипяточек горячий. Видите, на них шкурка уже начала сама отслаиваться. Она очень легко теперь снимается. Можно сюда поближе, очень далеко. Вот таким вот образом почистим наши помидорчики. Почищенные помидорчики нарежем кубиками. Помидоры тепличные, да? И внутри магазинные, и внутри пустые. Мы за лето привыкли к домашним помидорам. Они имеют совершенно другой вид. Режем их кубиками со стороной примерно на сантиметр. Разогреваем сковородку. Наливаем растительное масло. Оливковое, да. Это же каннеллони, тут растительное не катит. И выкладываем на сковородку фарш. Фарш надо обжарить до такого состояния, чтобы из него полностью испарилась вся жидкость. Желательно постоянно помешивать, чтобы фарш не взялся большими комками. Чтобы он в котлету не превратился. Он у нас, да, должен быть именно фарш в виде пожаренного фарша. Ну, мы вам покажем. Сейчас будем его обжаривать. Давайте я даже засеку время, чтобы сказать, сколько мы его будем обжаривать. 6 минут, друзья, обжарился фарш. Вот до такого состояния он стал полностью сухой, как видите. Он не сухой, но без жидкости. Да, да. Вся жидкость, вся влага из него, мясной сок выпарился и рассыпчатый. Добавим лучок и обжарим все вместе, чтобы лучок был немножко золотистой корочкой. Опять же таки включаю секундомер и засекаю, сколько времени мы будем обжаривать. Лучок обжарился. Обжаривался он тоже 6 минут. И теперь поместим на сковородочку наши помидорчики. Нам надо их обжарить, чтобы они немножко размягчились с фаршиком. Ну и опять включил секундомер, чтобы уже быть точным. хотя все зависит, конечно, от того, на каком огне мы обжариваем. Ну, обжариваем на среднем огне, скажем так. Прошло 5 минут, друзья. Добавим томатную пасту. Ну, у нас, в нашем случае, соус. солим и перчим по вкусу. Это очень индивидуальная позиция посолить и поперчить. У нас с Ларисой разногласия на эту тему, поэтому мы количество не называем. Мы любим не соленое, но перченое. Перевешиваем. все и добавляем часть базилика. Примерно половину. Пахнет уже божественно. Вот с добавлением базилика сразу же аромат изменился. Ну, вообще, такой фарш очень вкусно пахнет. Неплохо, ну, вот у нас не было телятины, неплохо, конечно, было бы начинку для каннеллони приготовить из телятины. Но телятины не было, поэтому использовали свинины. Уменьшили, друзья, нагрев до самого минимума. Накрываем наш фарш крышкой и оставляем его тушиться на 20 минут. Через 20 минут, друзья, наш фарш готов. Ну, вернее, это уже не фарш, это начинка для каннеллони. Перекладываем его в любую посудину. И наша задача полностью остудить фарш. даже недопустимо, чтобы он был теплый, потому что если вы начнете теплым фаршем начинять трубочки, то они полопаются. А мы хотим сделать так, чтобы они были целые. Пока фарш остывает, можем приступить к приготовлению соуса бешамель. Для приготовления соуса бешамель воспользуемся вот таким вот ковшиком. Нам понадобится венчик. Выкладываем масло в ковшик и начинаем его растапливать. Такой огромный кусок масла. Растопили масло, после этого добавляем муку и начинаем перемешивать. Все это делаем на медленном огне. До какого состояния его надо вести? Немножко надо обжарить. Давайте засечем время. Сколько мы это будем делать. Вот таким вот образом обжариваем муку с маслом и как только Лариса скажет стоп, я скажу сколько времени мы это делаем. 2 минуты на медленном огне обжаривали муку с маслом и начинаем медленно вводить молочко. Молоко у нас холодное, да? Ну, как бы обычное можно комнатное, это не имеет основного значения. Ну, не надо его специально подогревать. При этом хорошенько перемешиваем. После того, как мы ввели все молоко, солим наш соус. добавляем оставшийся базилик. Базилик. Там чуть-чуть прилипло. И варим на медленном огне, постоянно помешивая. Я опять-таки включаю секундомер. Варим до такого состояния, когда наш соус приобретет консистенцию густой сметаны. жидкой сметаны. Хорошо, жидкой сметаны, густых сливок. Мы вам покажем, друзья, консистенцию и скажем, сколько времени он готовился на медленном огне. 8 минут при постоянном помешивании готовился наш бешамель. Тут главное не передержать его тоже. Покажи на венчике, какой он ковил, или на ложке, какой он консистенции. есть он действительно стал консистенцией густой сметанки. Жидкой сметанки, извиняюсь, сегодня заговариваюсь. Перестаем нагревать и приступим непосредственно уже к приготовлению каннеллони. И пока мы набиваем каннеллони, соус нужно время от времени перемешивать, чтобы он не взял с опорочкой за это время. Но охлаждать его не надо, да? Нет, его охлаждать не нужно, просто мы его сняли с огня, но чтобы корочка не покрылась, чтобы не было корочки, мы его буквально раз в 3-4 минутки перемещаем. Все ясно, понятно. Итак, друзья, все ингредиенты готовы. Начнем готовить невосредственно пасту каннеллони. На дно нашего сотейника наливаем часть бешамеля, чтобы полностью покрылась донышко. Не забываем помешать бешамель и начинаем фаршировать трубочки фаршиком. Наполняем не очень плотно, потому что опять-таки это может повлиять на целостность наших трубочек. То есть фарш их разорвет, как свинья купается. Как-то наполняем, чтобы они были полностью заполнены, но не упаковываем. Не пыжуем туда. Не пыжуем, чтобы оно было очень сильно заполнено. И выкладываем трубочки в формочку. таким образом наполним все наши трубочки, друзья. Наполнили все трубочки, уложили в сотейник. И зальем все сверху соусом бешамель. Сыр, который я вам показывал в начале, мы потерли. Он нам понадобится при запекании. Духовку мы разогрели до температуры 180 градусов. Сейчас будем помещать каннеллони в духовку. Соусом должна быть покрыта вся паста, все трубочки. Вот так вот у нас получилось. Разровняем немножко соус. Видите, он пока остывал, он еще больше загустел. и отправляем наше блюдо в духовку разогретую до 180 градусов на 30 минут, друзья. Через полчаса, друзья, надо посыпать нашу пасту сыром. мы перемешали пармезан с нашим полутвердым сыром, но, как я говорил, уже лучше использовать моцареллу. Посыпаем таким достаточно толстым слоем. и отправляем пасту на запекание еще на 15 минут. Через 15 минут наша паста готова. Достанем ее из духовки. Имеет она вот такой потрясающий вид. Посмотрите, друзья, какая красота. Сырок запекся, бешамель пузырится, слюнки текут. Надо дать ей немножко остыть, друзья, и будем пробовать. Попробуем нашу пасту. Отделяется между собой достаточно хорошо. вот, но, к сожалению, не могу показать ее разрез. Это божественно. Это просто божественно. Попробую хоть как-то показать, как она выглядит в разрезе. Посмотрите, пожалуйста, сочная, потрясающий сочный бешамель, очень сочная начинка, ну, просто великолепно. Просто оно настолько нежное получилось, я вам передать не могу. Это замечательная паста, ну, я же говорю, в моем рейтинге, наверное, после мясной римской пасты, которую мы тоже готовили, это на втором месте. Понятно, что там такие более известные пасты, такие, как карбонара, тоже вкусная, конечно, но по сравнению с этой они пасут задних. Невероятный вкус, просто невероятный, нежнейшая. Друзья, паста каннелони потрясающая. Сейчас открою бутылку вина домашнего, буду вспоминать солнечную Италию. Собственно говоря, желаю, чтобы у вас она тоже получилась по нашему рецепту. Если есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, мы отвечаем абсолютно на все вопросы. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Ставьте пальцы вверх, ну или пальцы вниз, если кому-то что-то не нравится, друзья. Собственно говоря, всего доброго, пока!